Лучшее, говорит мать, что можно сделать, это не иметь ни предубеждений, ни привзятых идей или принципов. О, эти моральные принципы, принятые модели поведения. Что нужно делать, что не нужно делать. Привзятые идеи относительно морали, развития. И потому все эти социальные условности и условности, созданные разумом, это самое худшее из препятствий. Я знаю людей, которые потеряли десятки лет, пытаясь преодолеть одну из таких ментальных конструкций. Она сейчас учит, вести себя хорошо, это можно, это нельзя. Возвращают в ветхий завет. Человек по всему миру, ветхий завет, пропагандируется в ветхий завет. Принципы морали, справедливости, все это пустые слова. Человек нарабатывает какие-то стереотипы поведения абсолютно механические. Но если он пытается по ним жить, ну он живет. Если не получается, ну не получается. То есть нет естественности в поведении. Вся ментальная конструкция, все стереотипы настолько зашорили человеческие сознания, что он действительно зомбирован. То есть в разных, так сказать, областях, в разных сферах человеческой деятельности люди просто зомби. Хотя этого не понимают. И все средства массовой информации, все идеологии, все религии, они занимаются массовым зомбированием людей. Не дает возможности человеку почувствовать себя свободным. Свободным от стереотипов. От морали как таковой. Конечно, мораль хороша, как сдерживающий фактор для человека, животного, слишком животного. Но если вы встаете на этот путь, если вы начинаете работать в этом направлении, конечно, вы совершенно элементарно не будете творить ветхозаветные запреты. Это понятно, наверное, вы уже выросли из этого. Вам не надо этой морали, вам не нужны эти стереотипы. Вы начинаете жить изнутри. Вы начинаете жить как дышать. Душа, она не допустит вот тех глупостей, которые, так сказать, под запретом вот в этой моральной этике находятся. Понятно? Для большинства, может быть, это и хорошо. Но если вы выбрали для себя путь сознательной духовной эволюции, то вы должны от всех этих шаблонов ментальных, от всех таких стереотипов поведения, от всех таких моралей, как таково. Мораль же она зависит от состояния общества, о том, как общество принимает что-то и что-то отвергает. Такая трансформация морали, мы можем посмотреть с первобытного общества до сегодняшних дней и увидим, что это все трансформировалось, причем не всегда в лучшую сторону. А мы освобождаемся от этого, действительно. Вообще, моральные принципы их нет. Ты просто живешь совершенно по-другому, совершенно другие императивы. Императив или повелительное стремление к развитию, к эволюции. Ты открываешься этой силе, она никогда не допустит того, что будет противоречить той самой морали или тем самым шаблонам поведения, которые вносят какие-то запреты. Тебе можно все, но ты не будешь делать того, что способно повредить другим людям и твоей душе. Все можно, нет запретов. Но ты не будешь этого делать. Естественным образом. Не потому что тебе хочется, а вот мораль не позволяет. Ты просто не будешь этого делать. Но нет запретов. Тебя не лечат от алкоголя. Вот как бывает, кодирует там людей. Он понимает, что если он будет пить, у него там начнутся какие-то процессы. Да, там плохо, больно. А тебе можно пить? Да пей сколько угодно, только ты не будешь пить. Нет запретов. Нет кодировки. А моральные все эти принципы, это кодировка своеобразная. Вот это нельзя, это хорошо, это плохо. То есть снимаются все эти вот подсознательные кодировки. Это очень важный момент. Мы даже не можем себе представить, насколько это въелось сознание человека. Насколько все эти принципы, которые в нас вкладываются с детства, тормозят индивидуальное эволюционное развитие. И мать говорит, что я знаю людей, которые потеряли десятки лет, пытаясь преодолеть одну из таких ментальных конструкций. Действительно, вот я сейчас смотрю, молодежь, носительная молодежь, которая ударяется в религию как таковую, они начинают испобедовать веткозаветные принципы. Ну, вести себя хорошо начинают, пытаться вести себя хорошо. И никаких продвижений, они пытаются совместить стяжание духа и с этими моральными принципами. Вот начинаешь сидеть на двух стульях, и вот как? А, вот это можно, это нельзя. Ну, если ты открываешь эту силу, брось можно, нельзя. Откройся, дай ей в тебе угнездиться. Нет, как только ум начинает работать, можно, нельзя. Вот надо в церковь сходить, вот если я пропущу там причастие, там может что-то произойти, и пошло, поехало. Вот я разговаривал с таким человеком. Я говорю, ну, брось эту ерунду, брось, не привязывай себя к этой глупости, средневековью. Уйди, сейчас другое время. Тогда почувствуй себя свободно. Нет, он вот в этой тюрьме сидит. Это тюрьма. Это не призыв к вседозволенности. Ребята, давайте всю мораль, там, все это выкинем. Да нет. То, что истинная сущность, если ты правильно делаешь, открываешь эту силу, она не позволит жить вот в этих вот застенках. Это очень тонкая вещь. Кажется, что жить по принципу, так сказать, соблюдения морали, это хорошо. Хорошо, да. Для стада, для стадной эволюции хорошо. Чтобы инстинкты не проявлялись особо у людей. Кому-то это надо, безусловно. Но если ты выпал путь сознательной эволюции, ты сажаешься в тюрьму, ты сажаешься за решетку. Отбросить все стереотипы. Мы же не думаем, как нам дышать, там, на счет 2, там, 3, надо вдохнуть, потом выдохнуть, да. Улетимся обусловим вот процесс дыхания, то, наверное, можешь с ума сойти, да, и никуда мы дальше не пройдемся. Мы думаем, как дышать. А тут мы думаем, как себя вести? Это можно, это нельзя, это можно сейчас, а завтра нельзя, там, сейчас пост, вот это я не буду есть, а потом двумя руками буду есть. Когда проголодать. Ну, какие-то глупости общечеловечные. И люди настолько, настолько этим, как бы, загипнотизированы, что это вот так, как надо. Это же идет оттуда, четки откуда, это с тех времен. Ну, там же люди-то лучше знали, лучше понимали. У нас такая иллюзия, что там все лучше знали, лучше понимали, ведь они же нам все сказали. Они, может быть, и сказали для того времени, чтобы было лучше, да. Если возьмем ветки и заветы, для того времени, наверное, вчера мы с вами говорили, и надо было, там, десятками тысяч, там, кого-то наказывать, там, разметать эти вещи. То есть, уровень человеческого сознания определял то, что делалось в древности. Сейчас тоже совершенно другой, сейчас совершенно другие принципы, совершенно другая энергообменная среда. Значит, надо в конне менять, в принципе, менять отношение к процессу, который мы с вами называем сознательно-духовную эволюцию. Вот в этом задача-то, главная задача. Трудно поломать стереотипы, ментальные стереотипы людей, которые идут из прошлого. Они на коллективном уровне, на уровне Грегора передаются. Там это подсознание где-то записано. В этом трудность. Поломать все стереотипы поведения. Поломать эти структуры ментальные, поломать эти конструкции, то есть отказаться от них. Только тогда ты будешь свободен. Свободен не во все дозволенности, а свободен в отношении с этим миром, свободен в бытие, в истинном бытии. Если бы можно было быть вот таким открытым, действительно открытым, в простоте неведения, который знает, что оно есть неведение, готовым принять все, что к тебе придет, тогда, возможно, что-то бы и произошло. То есть открыться в простоте неведения. Что такое простота неведения? Да не умом не думать, что тебе надо делать. Это как дети, Иисус говорит. Вот дети, вот они войдут в царство. Они не думают, что должно быть. Они доверяют родителям полностью. Они не думают о завтрашнем, ни о вчерашнем дне. Они живут в неведении, они живут в моменте, в реальном. Значит, они живут в Боге. Простота неведения. То есть не мешать умом, ведением своим, работать этой силой. Вот это главная задача. Не случайно же Иисус избрал себе рыбаков, там этих неграмотных, он же книжников-фарисеев не выбирал, потому что там такие ментальные конструкции, что за 50 лет там невозможно их поломать было. Он понимал, что это все, это не тот продукт. Это конченый продукт. И поэтому он нашел вот простых ребят, которые, в общем-то, там, без искусств, без затей, не очень далекие, но в то же время, стяжая эту силу, они в сильной степени изменились, когда он на 50-м духом дал. Они изменились в сильной степени, они стали другими, они стали просвещенными духом. Такой поворот интересный произошел. А книжники или люди, которые вот в букве привыкли копаться, так они и будут копаться. Так они и будут, они немножко нос высунут оттуда, вдохнут, а потом опять нет, в эту скорлупку. И все. И вроде бы будут что-то читать, много, нудно, долго, что-то там размышлять, конспектировать. Нет, чтобы без мысли просто отдаться этой силе. А уж она тебя просветит, без всяких книг просветит. Хорошо, что ты прочитал на каком-то этапе, много или мало, это дало тебе толчок. Толчок к духовному развитию. Это поломало какие-то твои стереотипные воззрения на этот мир. Это замечательно. Хорошо. Но за это цепляться и продолжать на этом сидеть, и оберегать этот мирок, это значит обречь себя на неведении, обречь себя на деградацию. Потому что сейчас такого нет, что ты на месте стоишь. Либо ты идешь туда, куда надо, либо деградируешь. Вот водораздел такой серьезный. Время сейчас такое. Топтание на месте это означает деградацию. Все. Потому что растягиваются люди по полюсам. Полюс неведение, полюс света. Идет растяжка. То есть разделение, поляризация в человечестве. Причем она явная, достаточно быстрая. Причем она явная. Причем она собирая.